День печати и хотелось бы спросить у вас, вообще смотрите телевидение, читаете газеты, радио, интернет-издания, что для себя выбираете? Телевидение, наверное, все сейчас смотрят, это обязательно, да, читаем, но я думаю, сейчас реже, конечно, все читают газеты, потому что у нас есть интернет. Ну, я телевидению доверяю, конечно, больше второму каналу, первому. Только интернет, а зачем нам современную журналистику? Политические новости не смотрю, только интересуюсь смарт-каналами. Особо телевидения и времени нет смотреть, чтобы вот так задумываться, кому доверять, кому не доверять, нет, наверное, в основном это новости, смотрим офисами. Первый, второй канал, только и все. Новости, ну, Саратов, новости, в основном только новости смотрим. Ну, старая закалка, наверное, да, конечно, доверяю. Все, наверное, сейчас смотрят, как идет политика, что продвигается, что случается. Ну, и, наверное, за основной проблемой наше сейчас здоровье, состояние людей и так далее. Ну, семьи у нас уже разные есть, есть, будем говорить, которые независимые, а есть, которые, будем говорить, проплаченные, поэтому здесь... 60 минут смотрю, пусть говорят, мало, время, обязательно новости, чтобы знать последние события. Мужской и женский, как Гордона смотрю. Ну, не знаю, что-то, пока только вот единственное, то, что вот это вот верится, то, что они ведут, потому что обратная связь, там, что они делали, вот это вот показывают. Какой канал может быть вызывать доверие или программа, или какой-то журналист, который... Россия 24, Киселев. Давно слушаю его, и, ну, в основном, такие актуальные репортажи. Конкретно журналистов мы, конечно, не рассматриваем, там, не избираем. Каналы, ну, первый, наверное, как всегда, основной НТВ, наш 24 Саратов обязательно, конечно, ну, и развлекательные каналы Пятница, ТНТ и так далее. Могу сказать, что именно если по Саратову, ну, может быть, я подписана просто на газеты, да, газета, на интернет-издание «Взгляд.Инфо». Всё, в принципе, всё, особо времени нет, где-то что-то, вот новости появляются, смотрим. А канал точно так же первый, Россию. В основном, всю информацию я беру, будем говорить, не из телевизора, будем говорить, а из интернета. И я всегда смотрю, как будем противоположные, так и это. Ну, будем говорить, вот мне в последнее время я подсел на Соловьёва, у него есть, будем говорить, в телеграм-канале, в Ютубе. Я посмотрю, считаю, что он более, будем говорить, объективный. Это лично моё мнение, будем говорить, потому что я часто слушаю «Эхо Москвы». Евгений Попов и Ольга, забыл фамилию. Да, да, Скобей. А почему они не выбирают? Ну, не знаю, почему тут они такие, мне кажется, подкованные, умные, всё знают, везде могут быть, выезжают там в другие страны как-то. Мне, я доверяю. Платошкин, Культура, Радзинский, Юрий Лотман такой был, филолог. Раньше я был таким активным лет пять назад, а потом понял, что недовольных очень много. Но, к сожалению, от нашего поколения уже ничего не зависит. А раз молодёжь никакой активности не проявляет, значит, их всё устроено. Современной журналистике доверяете? Нет. Журналистике современной доверяете? Доверяем. А что смотрите? Интернет, телевидение, газеты? Телевидение. Современной журналистике доверяете, нет? Нет. Не доверяете? Нет, нет. Вообще? Нет. А кого-то из журналистов вообще знаете современную? Нет. Современной журналистике доверяете, нет? Нет. Задали журналисту Родину. Современные журналистики? Ну, не знаю, смотря какие медиа. Надо же смотреть на репутацию, на характер материалов и так далее. Современные журналистики доверяете? Нет? Нет. Не доверяю. А если откуда-то получаете информацию, то откуда? Газеты, телевидение? Никакой информации доверяю. Я доверяю там оставить жизнь. Мы чем доверяем? Откуда информацию получаете? Из интернета? Смотрите телевидение, читаете газеты? Отовсюду, от бабушки, от дедушки, из газеты, из телевизора, из компьютера. Отовсюду. Где информацию получаете? Какие СМИ? В интернете, в основном. И телевидение, и телевидение, конечно. Ну, прежде всего, интернет, конечно, потому что там, ну, так сказать, выбора больше. Когда даже в одном спектре политическом располагаются, СМИ их можно сравнивать, отвлекаются ли они. Я и в интернете, и в газетах, и в телевидении. Телевидение, к сожалению, меньше, в интернете больше идет информации, больше отзывов, больше высказываний. И я так думаю, что это более пройдет информация. Кого-то из современных журналистов можете назвать, знаете, поименно? Ну, конечно. Сеха Москвы. Сеха Москвы. Татьяна Плющенко. Плющенко. Венедиктов. Ну, я хваску и слушаю. Лошак. Андрей Лошак. Познер. Ну, это такой журналист, как бы, в пускавычках. Ну, как, в пускавычках журналист? Ну, Барфёна. Я относительно уважительно к нему отношусь. Павел Никулин из Москвы, вот, Молоко Плюс, Новая газета. Что там еще интересное? Ну, я могу сказать больше про информбюро, там, да, там, Джекобиан, да, Нью-Йорк Таймс, ну, из-за того, что я, по-моему, вычитаю. Вот. Ну, в России, конечно, либеральная медуза, потому что очень оперативно они сегодня делают. Канал Рабкор, да, вот, как-то так мы с ним. Канал Рабкор.